МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на ЛРТ. В студии Ирина Михайлюк. Здравствуйте. О самом интересном из жизни Люберецкого района в ближайшие 15 минут. И вот главная тема дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы не остаться без света в Новый год, проверку на готовность к выполнению своих обязанностей прошла Люберецкая электроэксплуатационная кампания. Легенды российской авиации среди нас. Встреча, приуроченная ко Дню Героев Отечества, с летчиком-испытателем Виктором Пугачевым, состоялась в школе номер 21. История городов-героев в памяти жива. В преддверии 70-й годовщины со Дня Победы ученики 11-й школы провели патриотическую конференцию. А теперь об этих и других событиях в деталях. Отчет, контроль и конкретные задачи, залог эффективной работы. Глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир Ружицкий провел оперативное совещание с руководителями городских предприятий и служб. В Лыткарине совершено убийство. Тело предпринимателя было обнаружено в его квартире 10 декабря. Об этом в ходе встречи доложил заместитель начальника Люберецкого УВД Сергей Разгуляев. На сегодняшний день занимается раскрытием преступлений отдела полиции Лыткарина, в том числе и Следственный комитет. Хотелось бы тоже довести, что информацию убийца пока не найдена. Начальник Люберецкого гарнизона пожарной охраны Павел Иванов отметил, что участились случаи ложных вызовов. Они занимают телефонную линию, не позволяют дозвониться тем, кому действительно нужна помощь. Чаще всего такие звонки совершают дети. Совершенно летние граждане не привлекаются к административной ответственности, но административная ответственность возникает в отношении их опекунов и родителей. На минувшей неделе прошли смотры подготовки аварийно-восстановительных бригад. По словам начальника управления ЖКХ Бронислава Кореновского, коммунальные службы города к зиме готовы. Все сотрудники имеют теплую одежду, значит, подготовлены и закуплены материально-технические средства. Поэтому отмечаю неплохую подготовку. Работа отдела благоустройства и дорожного хозяйства идет в плановом режиме. Наталья Григорьева, Светлана Дембицкая, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. Частные стоматологи объединяются. В Люберецком Белом доме состоялось первое большое заседание районной ассоциации зубных врачей, ряды которых пополнили еще четыре стоматологические клиники. Люберецкая районная стоматологическая ассоциация была создана в сентябре этого года и является пилотным проектом. На сегодняшний день она представляет собой объединение из семи частных стоматологических клиник. На заседании в администрации были подведены первые итоги и приняты планы на будущее. В первую очередь мы собираемся вступать в 2015 году в Московскую областную ассоциацию стоматологов и челюстно-лицевых хирургов. Также мы планируем провести в клиниках подготовку администраторов, для того, чтобы они правильно работали с пациентами именно на направление, на удовлетворенность пациентов. Александр Бабиков считает, что основной задачей ассоциации является юридическая и организационная помощь частным стоматологическим клиникам, а также поддержка друг друга в сложных медицинских случаях. Это приведет к повышению качества, оказанию слуг и повышению имиджа врача-стоматолога. В рамках плановых проверок готовности аварийных служб города к работе в зимний период проинспектировали Люберецкую электроэксплуатационную компанию. В диспетчерскую Святая Святых Службы, куда поступают все сведения об авариях, удалось заглянуть в нашей съемочной группе. Инспекцию Люберецкой ЭЛЭК провел начальник управления ЖКХ городской администрации Бронислав Кореновский. В первую очередь проверили сотрудников на наличие теплой одежды и средств защиты. Все, наверное, помните, когда ледяной дождь был. Конечно. Наверное, помните. Вот это была экстремальная ситуация, где Люберецкая ЭЛЭК проявила себя в лучшем виде. А чтобы проявить себя, надо, чтобы люди были укомплектованы и экипированы. Природа непредсказуема, особенно зимой, говорят электрики, и случиться может все что угодно. В Люберецкой ЭЛЭК ежедневно трудится 47 специалистов, а также 22 единицы современной спецтехники, которая задействована на всех этапах работы, от обнаружения неисправностей до их устранения. У нас есть круглосуточные дежурства, оперативные выездные бригады, которые круглые сутки дежурят, диспетчерская служба, которая, когда что-то случается, направляет срочно выездную бригаду для устранения. Диспетчерская святая святых предприятий. Именно сюда поступают данные о любых авариях. Здесь же находится гордость Люберецкой ЭЛЭК, мнемосхема, длиной 17 и высотой 3 метра. На ней отображены 550 подстанций района. В скором времени ЭЛЭК планирует сделать схему электронной, чтобы в реальном времени наблюдать за состоянием сетей. Люберецкая ЭЛЭК достойно сегодня представила и технику, и подготовку персонала. И я думаю, что и жители, и мы должны быть уверены в том, что любая ситуация, которая может незамно появиться, значит, будет все время устранена. По окончании смотра сотрудники ЭЛЭК приступили к работе в штатном режиме. В новогодние праздники и на протяжении всей зимы Люберецкий район без электричества не останется. Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. Директор Люберецкого городского жилищного треста Мамед Азизов получил награду от Министерства экологии и природопользования Московской области. Грамотный и памятный знак были вручены Мамеду Кискиновичу на профсоюзной конференции. Министерство уже 10 лет сотрудничает с этой управляющей компанией. По словам советника министра, поводом для награждения директора городского жилищного треста было несколько. За создание соответствующих условий для улучшения этой экологической ситуации и за прекрасный и хороший климат в коллективе. Вот эти три фактора. Мамед Азизов возглавляет управляющую компанию ЛГЖТ уже больше 20 лет. На протяжении этого срока в коллективе поддерживается хороший микроклимат. Во многом это заслуга его директора. Евгения Кузнецова, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. До 15 декабря город будет полностью готов к празднованию Нового года и Рождества. Об этом на совещании доложил руководитель города Александр Алешин. Уже на этой неделе городские улицы и дороги должны быть украшены разноцветными гирляндами. Также к этому сроку администрация планирует завершить установку праздничных елок. Такая же задача поставлена управляющим компаниям, чтобы до 15 числа были украшены дворы, дома. Я так понимаю, что торговля до 15 числа тоже будет готова в полном объёме. И все торговые объекты у нас будут соответствующие украшены. Кроме того, зимняя пора – это испытание на прочность всех коммунальных и жилищных служб. По словам Александра Алёшина, в этом году все предприятия к холодам подготовились основательно. На сегодняшний день никаких аварийных ситуаций не происходило. Чтобы проверить на самом деле готовность аварийных служб, нами запланировано и 9, 10, 11 и 12 числа наши все основные предприятия будут проверены на готовность подразделений, на укомплектованность людьми, техникой и запасами материальных средств. В городе имеется 26 аварийных подразделений и бригад ресурсоснабжающих предприятий и управляющих компаний. В их штате трудится 331 человек. Ежедневно на круглосуточные дежурства выходят более 70 сотрудников. В их распоряжении 55 единиц специальной техники. Евгения Кузнецова, Валентин Говоров, Люберецкое районное телевидение. В честь Дня Героев Отечества в Люберецкой школе номер 21 ученики встретились с героем Советского Союза, заслуженным летчиком-испытателем Виктором Пугачевым. Что интересует юное поколение, подробности в нашем следующем сюжете. Встреча с таким человеком, как Виктор Пугачев, для ребят несомненно подарок судьбы. Прославленного летчика с полным правом можно назвать легендой российской авиации. Ведь как минимум два события, вершителем которых стал Виктор Георгиевич, позволяет его так называть. В апреле 1989 года на аэрокосмическом салоне в Лябурже он продемонстрировал маневр, который впоследствии был назван «Кобра Пугачева». В этом же году Виктор Георгиевич первый в стране на самолете Су-27К выполнил посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Белисси». На самом деле все не так страшно, потому что потрачены целые годы на то, чтобы создать этот комплекс как для проведения испытаний, так и для корабля, для того, чтобы можно было принимать самолеты на палубу, и которыми будут управлять впоследствии, и сейчас управляют обычные строевые, боевые летчики нашей авиации военно-морских сил Северного пола. Нынешнюю молодежь трудно чем удивить, но видя, с каким вниманием и интересом слушали школьники рассказ Виктора Пугачева, можно сделать вывод – у нас есть кому доверить будущее России. Работа крайне интересная, своеобразная, романтичная, поэтому все ребята, которые захотят пойти в авиацию, закончив летное училище, послужат в наших военно-воздушных силах. Многие с нашей помощью, может быть, если мы еще успеем, послужат в нашей морской авиации, ну а затем мы как-нибудь перетащим, как местных жителей настоящих, сюда, в город Жыковский, на летные испытания, потому что за развитием авиации все-таки будущее. Мне нравится, как самолеты исполняют разные маневры, их небольшая скорость, сами самолеты очень нравятся. К встрече с дорогим гостем в школе очень хорошо подготовились. Ученица восьмого класса Даша Гундарева подарила Виктору Пугачеву его портрет собственного исполнения, а со сцены прозвучали легендарные песни, посвященные нашим летчикам. Виктор Пугачев встречей остался очень доволен, отметив у ребят хороший патриотический настрой и большую воспитательную работу, которую со школьниками проводят их учителя. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. И в продолжении патриотической темы. В средней школе номер 11 состоялась конференция под названием «Города герои». Это мероприятие было организовано в рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы. Брест, Киев, Севастополь. Ученики младшей школы подготовили презентации, в которых рассказали о храбрости бойцов, защищавших будущие «Города герои» и исполнили песни военных лет. Подобные мероприятия в школе номер 11 проводятся не в первый раз, а патриотическая работа является приоритетной. И нельзя быть Иванами, не помнящими родства. А маленьким деткам, конечно, это очень важно. Ведь не за горами то, что не останется ни одного ветерана, который мог бы им об этом рассказать. Поэтому в школах это очень важно. Гостями мероприятия стали представители общественной палаты, организации «Наше поколение», завода Камов. Все они – старые друзья школы, многие из них – бывшие ее ученики. Посетил школу и участник Великой Отечественной войны Александр Николаенков. В годы войны сыном полка он прошел от Смоленщины до Прибалтики, а сейчас поддерживает школу в патриотических начинаниях. Задача заключается передать нашу ту прошлую героическую историю, трудовую, понимаете, нашему поколению. Потому что будущее зависит, если мы будем помнить прошлое, ценить настоящее, тогда наше поколение будет иметь будущее. Я выражаю искренную благодарность руководству школы за ту систематическую работу, которую они ведут. И хочу отметить, что, безусловно, одни из самых главных составляющих величия и силы нашей Родины – это в памяти. В завершении мероприятия медали за работу по воспитанию молодежи получили директор и завуч школы. В конце этой недели свои презентации представят учащиеся средних и старших классов. Готовится акция «Моя семья и война», в рамках которой ребята соберут информацию о своих родственниках, принимавших участие в боевых действиях. Наталья Григорьева, Андрей Плустунов, Люберецкое районное телевидение. Ну что ж, на данный момент это все новости. Информационная служба нашего телеканала продолжает свою работу. Следите за новостями вместе с нами. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин